Хотели бы вы видеть Владивосток немного другим? Необычные по своей форме здания, жилые дома с удобными парковками, а также новые гостиницы, школы, малоэтажные дома и жилые комплексы, развлекательные и бизнес-центры, грамотно встроенные в городскую среду. Такие проекты собрала выставка «Параллели» в рамках форума «Арк Пасифик». Большинство работ подготовили студенты кафедры архитектуры и градостроительства инженерной школы ДВФУ. Проектов много интересных, начиная от мусороперерабатывающей завод, что для Владивостока тоже актуально. Новые жилые комплексы совершенно не похожи на то, что мы сейчас видим за окном. Очень интересные предложения по жилью, в том числе индивидуальному жилью. И городская застройка, по общественным пространствам интересные работы. Кроме единичных проектов, здесь были и комплексные работы. Новые поселки, соответствующие всем современным стандартам, обратили внимание и на злободневную проблему Приморской столицы – парковки. Студенты представили несколько проектов с парковочными местами от 400 до 700 и более. На выставке побывал Янг Мин Ку, профессор Корейского университета Ин Ха. В экспозиции были представлены работы и его учеников. По словам профессора, студенты вдохновлялись русским авангардом. Я думаю, эта выставка очень хороша, потому что я могу видеть здесь заинтересованность студентов этого университета в совместном сотрудничестве с другими университетами и странами. Я думаю, это очень здорово и захватывающе. Участники выставки показали смелые предложения и творческие эксперименты. Экспозиция носила и конкурсный характер. Так, одно из заданий – создать дом для героя. Архитектор, принимаясь за такой проект, изучает образ жизни персонажа, увлечения, особенности семьи. Дома, которые они строят, должны быть совершенно не похожими на обычные здания, ведь он – отражение личности, и чем ярче она, тем интереснее и оригинальное пространство. Здесь как одноэтажные здания, так и в несколько этажей. Встречается даже комплекс из зданий разной формы и с использованием разных материалов. Главное – интересная концепция и оригинальный образ. А теперь из лучших еще лучше отбираются, и награды, то есть дипломы первой, второй, третьей степени, получат только процентов 35-40, остальные, к сожалению, просто поучаствуют. Третий год подряд форум «Арк Пассивик» в ДВФУ становится главной площадкой, где талантливая молодежь демонстрирует нестандартные архитектурные концепции и актуальные дизайнерские решения. Будущие специалисты изучают проблемы региональной архитектуры и градостроительства, а также синтезируют новые оригинальные идеи. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.